Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 3812». Вначале белые мигранты как будто искали случай, чтобы начать физически бороться с властью сатанинской на родине. Какую бы они хотели власть установить? Отвечает Игнатий Лапкин. Единодушия по этому вопросу не было и во время гражданской войны. Но из литературы тех годов видно, что монархический режим им хотелось бы еще раз испробовать. Припоминали клятву дому Романовых 1613 года. Ущелье на гору мы шли в ту ночь в оковах. Уже багровый блеск на мутных облаках. Крик пролетавших птиц и смех вождей суровых. Давно питали в нас зловещий тайный страх. Идем, и ужас, вдруг сверкнул огонь струею. На шлемах всадников, предшествовавших нам. Пылал Иерусалим, пылал священный храм. И ветер пламя гнал по городу рекою. И вопли наши вдруг, виден и вопль, слились. Ах, мщенья, мщенья, но дико загремели. Ручные кандалы. О, Бог отцов! Уже ли ты медлишь? Ты молчишь. Восстань. Вооружись. В грома и молнии. Но все кругом молчала. С мечами наголо. На чужом языке. Кричала римская когорта и скакала. Вкруг нас упавших ниц в отчаянной тоске. И повлекли нас прочь. И все кругом молчало. И Бог безмолвствовал. И снова мы с холма. Спускаться стали вдол. Где улеглась тьма. Где улеглась тьма. А небо на нее багряный бреск роняло. 1862 год. А.Н. Майков. Даниила, 1427. Тогда Даниил взял смолы, жира и волос. Сварил это вместе. И, сделав из этого ком, бросил в пасть дракону. И дракон расселся. И сказал. Вот ваши святыни. Перед гробницей святой стою с погникшей главой. Все спит кругом. Одни лампады. Во мраке храма золотят. Столбов гранитные громады. И их знамен нависший ряд. Под ними спит сей властелин. Сей идол северных дружин. Маститый страж страны державной. Смиритель всех ее врагов. Сей от стальной из стаи славной. Екатерининских орлов. В твоем гробу восторг живет. О, русский глаз нам издает. Он нам твердит о той гонине, Когда народный верный глаз Воззвал к святой твое сиденье. Иди, спасай. Ты встал и спас. Внем лишь. И днесь нам верный глаз. Встань и спасай царя и нас. О, старец грозный, на мгновение Явися у двери гробовой. Гробовой. Явись, вдохни восторг и рвенья Полкам оставленных тобой. Явись и дланию своей Нам укажи в толпе вождей, Кто твой наследник, твой избранный. Но храм в молчание погружен И тих твоей могилы бранной Невозбудимый вечный сон. 1831 года Александр Сергеевич Пушкин Россию завели в тупик духовные сусанины, Спасая от евангельской веры. Матфея 15,14 Оставьте их, они слепые вожди слепых, А если слепой ведет слепого, То оба упадут в яму. Куда ты ведешь нас? Не видно низги. Сусанину с сердцем скричали враги. Мы вязнем и тонем в сугробинах снега. Нам знать не добраться с тобой до нашлега. Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути, Но тем Михаила тебе не спасти. Давно уж за полночь Сном крепким объяты Лежат беззаботно по лавкам сарматы. Все в дымкой избушки вкушает покой. Один настороже, сусанин седой. В полголоса молит в углу у иконы Царю молодому, святой обороны. Вот щен настороже, тревожное ухо. Все в том захолустье и мертво и глухо. Куда ты завел нас? Ляг старый вскричал. Туда, куда нужно, сусанин сказал. Убейте, замучьте, моя здесь могила. Но знайте и рвитесь, я спас Михаила. Предателя мнили, во мне вы нашли. Их нет и не будет на русской земле. Мне каждый отчизну с младенчества любит И душу изменой свою не погубит. Злодей, закричали враги, закипев. Умрешь под мечами, не страшен ваш гнев. Кто русский по сердцу, тот бодро и смело И радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти, и я не боюсь. Не дрогнув, умру за царя и за Русь. Умри же, сарматы героев скричали. И сабли над старцем свистя засверкали. Погибни, предатель, конец свой настал. И твердый сусанин весь в язвах упал. Снег чистый, чистейшая кровь обогрела. Она для России спасла Михаила. 1822 год, Рылеев. Кафе Рылеев. Плач Еремии, 4.20. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, Пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили. Под тенью будем жить среди народов. Ужасный сон отяготел над нами. Ужасный, безобразный сон. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, Воскресшими для новых похорон. Восьмой уж месяц длятся эти битвы. Геройский пыл, предательство и ложь. Притон разбойничьи в дому молитвы. В одной руке распятие и нож. И целый мир, как опьяненный ложью. Все виды зла, все ухищрения зла. Нет никогда так дерзко правду Божию. Людская кривда к бою не звала. И этот клич, сочувствие слепого, Всемирный клич к неистовой борьбе, Разврат умов и искажение слова. Все поднялось, и все грозит тебе. Украй родной такого ополчения Мир не видал с первоначальных дней. Велико знать о Русь твое значение. Мужайся, стой, крепись и одолей. 1863 г. Тютчев и Тютчев. Исайя 29.9. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других. И сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секиры. Секиры. И умирают в Ницце. И из него нам строят ков. То божья месть за поляков. Вот что мы слышим здесь, в столице. Из чьих понятий диких, узких, То слово вырваться могло б. Кто говорит так, польский поп, Или министр какой из русских. О, эти толки роковые, Преступный лепет и шальной. Всех выродков земли родной, Да не услышит их Россия. И от потверю, да не грянет. Тот страшный клич, что в старину. Везде измена. Царь в плену. И Русь спасать его не встанет. 1865 год. Ф.И. Чучев. Левит 26.16. То и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, От которых стомятся глаза И измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, И враги ваши съедят их. Чернеет полночь. Пять пожаров Столбами зарева стоят. Кругом зажиточные села Со всеми скирдами горят. Ли этот дьявол сам пролетом Земли коснулся пятерней, И жгучий след прикосновения Пылает в темени ночной. И далеко пойдут по краю И будут в свете дня видны В печальных лицах Погорельцев благословения сатаны. К.К. Случевский. Исайя 1.7. Земля ваша опустошена, Города ваши сожжены огнем, Поля ваши в ваших глазах Съедают чужие. Все опустело, Как после разорения чужими. Иакова 5.4. Вот плата удержана Вами у работников, Пожавших поля ваши, Вопьет. Его плежнецов дошли До слуха Господа Саофа. Продолжение следует... Продолжение следует...